Дезаморфин сегодня самый популярный наркотик среди зависимых, констатировали полицейские. Если в 2010 году его изымали в количестве одного грамма, то в 2011 уже в количестве 144. Привлекательность дезаморфина для потребителей состоит в их доступности, легальности и дешевизне сырья. Чаще всего наркотики попадают к нам из Санкт-Петербурга. Их привозят на поезде или машине. Так, в ноябре прошлого года наркополицейские задержали мужчину, который ввез с собой из Питера нарконабор почти по 300 граммов амфетамина и гашиш и плюс 2 грамма кокаина. В прошлом году было выявлено больше 500 преступлений, связанных с продажей наркотиков. Больше 100 дел направлены в суд. Не только по определению сам сбыт наркотиков имеют, которые юридически наказуемы, но и они у нас общие уголовные преступления достаточно много совершают. Потому что им нужны деньги на дозу. Поэтому именно кражи, уличные грабежи, достаточно большой процент совершается. Наказывать за преступления, связанные с распространением наркотиков, перекрывать каналы, чтобы наркотики не поступали в область – это одна сторона медали. Не менее важна профилактика наркомании, считают специалисты. Чиновники от образования, здравоохранения и спорта сегодня решали, как уберечь молодежь от страшного зелья. В 2011 году проведено 338 мероприятий спортивных и скульптурных. И, может быть, действительно ваши рекомендации какие-то, которые вы можете дать директорам учреждений, по предотвращению, по обращению, допустим, какого-то другого пристального внимания, будут, может быть, цены. На всех массовых мероприятиях должны быть дежурные, которые следят за действиями молодежи. Спортивные состязания могут проходить и под лозунгами антинаркотических акций. Важно не допустить, чтобы наркотики попадали в учебное заведение. Представители всех сфер, где вращается молодежь, должны держать руку на пульсе. У нас зоны риска, в том числе и кафе, и рестораны, и клубы. Я предлагаю разместить на них, на входе, где-то, может быть, внутри информацию, как мы это делали по крупным торговым сетям. В Череповце сейчас зарегистрировано почти 2000 наркозависимых. Это диспансерная статистика. В реальной жизни их в разы больше. И повлиять на ситуацию в силах каждого из нас, уверены наркополицейские.